Здесь когда-то располагалось трамвайное депо. Трамвай, как вид транспорта, в городе устранили и депо осталось заброшенным. Здание в аварийном состоянии решили демонтировать, а освободившееся пространство использовать в благих целях. Теперь здесь разворачивается стройка. В скором будущем на этой площади возвысится семиэтажное здание БСМП. Также позволит оптимизировать систему гинекологии с учетом восьмой больницы, гастроэнтерологии с учетом четвертой больницы. Ну и так сказать, максимально сконцентрировать экстренную помощь в одном учреждении, в одних руках, где находится и кафедра, уважаемый Сергей Васильевич, профессор, завкафедра, и научный потенциал значительный, и оснащение современнейшим диагностическим оборудованием позволит максимально приблизить и качественно оказать медицинскую помощь. В центре города точно не нужно строить такие объекты, однозначно, потому что они предполагают определенные неудобства для жителей, которые вокруг живут. Здесь все-таки место достаточно удалено от жилых домов, близко к М5 дороге, то есть это позволит обеспечивать прием пострадавших в ДТП. Там их, к сожалению, достаточно много. И кроме того, для подвоза больных, в принципе, интервал движения для скорой помощи, он будет соблюдаться. Общая сметная стоимость строительства нового стационара с затратами на оборудование составит почти 4,5 миллиарда рублей. Такой масштаб требует вложений и областного, и федерального бюджетов. Стройка идет в графике, работа выполняется своевременно. Главное сейчас это не снижать темпов, а для нас главное это обеспечить финансирование. Конечно, это самая важная и сложная задача. Строители-то, я думаю, справятся, и медики тоже потом с оборудованием справятся. Коллектив хороший, он уже существует. Еще раз повторюсь, что главное, чтобы нам удавалось обеспечивать своевременное финансирование. Для этого, конечно, необходима федеральная помощь. Однозначно, мы сами такую махину не потянем. 4 с лишним миллиарда рублей. Но поскольку это действительно очень важно для города, для области БСМП, крайне важная больница, очень технологичная. Она может быть, наверное, одной из самых лучших в России после завершения строительства. Для нас это дело чести. И не только чести, это дело, которое мы должны завершить удачно, успешно. В настоящее время БСМП расположено в приспособленных зданиях бывшего общежития. И ни для кого не секрет, что состояние их плачевно, а сами помещения не соответствуют строительным и санитарным нормативным требованиям. Как показали многочисленные экспертизы, здания капитальному ремонту и реконструкции не подлежат. Поэтому логичен ответ на вопрос, что будет в старых помещениях после того, как начнет функционировать новая больница. Предварительно, поскольку здание оценивается как аварийное, скорее всего, необходимо будет его демонтировать. Для того, чтобы не создавать проблем в будущем в центре города, самим себе демонтировать, оставить это общественным пространством. Ну, я думаю, мы посоветуемся с горожанами по поводу дальнейшей судьбы этого пространства, уже когда мы его демонтируем, здание само. И, ну, однозначно, что-то удобное для города, для горожан, прежде всего, на этом месте сделаем. В структуре главного корпуса БСМП на семи этажах общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров планируется размещение четырех многопрофильных операционных отделений. Клиника диагностической лаборатории, отделение эндоскопии, травматологии, гинекологии, кардиологии, функциональной диагностики, терапии, физиотерапии, рентгенологии. В комплексе предусмотрено также строительство трехэтажного паталогоанатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы, которое сейчас находится в арендованных зданиях. Перевод бюро в новый корпус позволит экономить порядка двух миллионов бюджетных средств в год. Поэтому это настоящее слияние здравоохранения и образования. Это будет настоящий комплекс, это сильная многопрофильная больница, которая реально будет оказывать помощь, высокотехнологичную помощь экстренную, поскольку сейчас экстренная помощь существенно стала другой. Это не то, что раньше было. Сейчас она требует высоких технологий и высоких грамотных специалистов. Мы это сможем обеспечить на базе этого комплекса. Я думаю, что это существенно поможет решить проблему смертности и качество оказания медицинской помощи. Это будет очень сильная многопрофильная больница. Из больниц, пожалуй, лучшие в России будут. Согласно планам, строительство завершится к 30 сентября 2019 года.